Тема работы это прогнозирование судебно-правых решений с помощью методов анализа естественного языка. Соответственно, целью данной работы была, вернее, давайте еще раньше. Изначально, когда смотришь судебные решения, они все построены по единому лекалу и при, собственно, на обработке, ну, ручной обработке данных судебных решений была выдвинута гипотеза, что возможно создать такую нейронную сеть, которая, анализируя данные судебных решений, может предсказать исход судебного решения. Похожие инструменты разрабатывались в США, в Германии, и такие инструменты тоже имели достаточно хорошие результаты, и поэтому было решено попробовать сделать это в рамках российской правовой системы, которая имеет гораздо меньше судебной определенности в судебных решениях, и посмотреть, что из этого получится. Соответственно, в рамках задач было необходимо собрать датасет из налогово-правых решений, который затем нужно было бы загрузить в нейронку, обучить ее на данном датасете, посмотреть, может ли она с достаточной эффективностью произвести бинарную классификацию таких решений, как отрицательные или положительные, и затем определить, какое качество будет у этого предсказания. Как это происходило? Соответственно, работа с данными велась таким образом, что вот есть единственный источник сейчас, где в открытом доступе располагаются судебные дела, это судакт, и, соответственно, мы парсили судебные решения, и судебные решения имеют вот такую структуру, которая представлена на слайде. Структура, она примерно одинакова для всех судебных решений, и поэтому казалось, что можно автоматизировать сбор данных таким образом, чтобы вот эту резолютивную часть, которая, соответственно, влияет на метку класса, убрать, и таким образом не оставить нейронной сети подсказок относительно того, какое решение примет суд. Были предположения по поводу того, что в текстах самих судебных решений будет представление о том, какое решение будет вынесено, положительное или отрицательное, потому что все равно решение пишут уже по итогу, когда известно, какой будет результат. Тем не менее, российские судебные решения отличаются непредсказуемостью, потому что очень много цитат из законов, которые используются одинаково как в отрицательных решениях, так и в положительных решениях, и поэтому все за исключением резолютивной части, оно, по сути, ну, скажем так, безоценочно, насколько это возможно, ну, насколько возможно, имею в виду, потому что все-таки творчество человека, вот, потому что имеются в виду скупые юридические факты, которые берутся, суд их анализирует, и, соответственно, оценка данных юридических фактов, это ровно то, как происходит принятие решений любым юристам, и было выданно предположение, что, возможно, нейронная сеть будет делать то же самое, ну, или примерно то же самое. Вот, соответственно, объем данных небольшой совсем, потому что было очень тяжело собирать решения, опять же, я говорю, был всего единственный источник для сбора такого рода решений, и он был защищен от парсинга, плюс, когда, я знаю, плюс, когда собираешь судебные решения, очень много судебных решений, которые смотришь в поиске, они не только налогово-правовые, в них по тем же ключевым словам могут попасться и решения по банкротству, и решения по гражданскому праву, и по какому угодно другому праву, кроме налогового права. Поэтому было необходимо выбрать релевантные решения. Соответственно, из некого объема решений, который изначально был собран, осталось сначала 1147 решений, потом были удалены дубликаты, и был удален массив решений с совсем небольшим размером, где там либо отказ от иска, либо что-то еще такое, где нет юридической значимости для такого решения. Соответственно, на данном датасете обучалась нейронная сеть. Решения были автоматически промаркированы. Всего вот из этих 1109 решений 593 были отнесены к классу true, 516 отнесены к классу false. True — это те решения, которые принимались в пользу истца. То есть, если в мотивировочной части, ой, в результивной части были такие ключевые слова, как удовлетворить, признать, привлечь и так далее, это означало, что это решение вынесено в пользу истца, и таким образом это решение маркировалось как один. Тогда как, если было в решении отказать, оставить без изменений, удовлетворение и так далее, это решение номеровалось, маркировалось нулем. Здесь вы видите баланс классов. У нас получился достаточно сбалансированный датасет, и вот таким образом датасет был разделен на три части для обучения модели. 11% ушло на тест, 10% на вау, и 79% мы тренировали на них. Вот. Соответственно, в рамках изучения моделей, которые использовались при решении схожих задач другими исследователями, в частности, я хочу здесь оговориться, другие исследователи. Это было в рамках зарубежных моделей права, поэтому это имеет свои особенности. В частности, использовалось мусульманское право, которое толкуется совсем по-другому. Да, мусульманское право есть. Которое толкуется совсем по-другому, потому что есть какой-то закон и есть, соответственно, рядом с ним толкование закона. Соотносим, толкуем, затем смотрим результат, толкуем на основании толкования. Вот. Поэтому, соответственно, нужно делать скидку на то, что не все модели, представленные в применяемых в схожих отраслях решениях, также эффективно справлялись бы с данной задачей, как другие модели. Соответственно, мы решили использовать предобученную Рубертини. Ну, вот в данном случае Рубертини 2. И почему был сделан такой выбор? Во-первых, ну, это большая часть, скажем, мотивировки этого решения, извините за терминологию, это то, что семантика русского языка, она достаточно такая сложная, и нужно было использовать модели, предобученные непосредственно на русском языке, соответственно, чтобы избежать каких-то неправильных, там, или недостаточно правильных результатов из-за многозначности слов, амонимии, вот, из-за морфологии русского языка. Ну, и плюс к этому в рамках тех исследований, которые нами изучались, было выяснено, что Рубертини достаточно эффективно справляется с классификацией русскоязычных текстов. Внизу представлены те решения, извините, те работы, на которые опирались в рамках изучения, какие модели применялись в исследовании, насколько это было эффективно. Метрики. У нас использовалось два вида метрик, это Accuracy и RockAug. Использовалась Accuracy, а не Balanced Accuracy, потому что в целом датасет сам по себе уже был достаточно сбалансированным. И в работах по схожей тематике Accuracy составляла примерно от 60 до 90 плюс процентов. 60 обычно было на моделях древесной структуры, скажем так. Соответственно, целевое значение Accuracy было в районе 70, потому что мы думали, что вот если 70 будет, то уже хорошо. Соответственно, достигнутое значение Accuracy составило 76-78 процентов. Для такого объема данных мы посчитали, что это не совсем плохо. И, соответственно, дополнительно данная модель была оценена с помощью метрики RockAug для оценки качества предсказания классов. Вот здесь вы видите график RockAug, кривую, которая в целом тоже показала неплохие результаты. У нас получилось 0,85 площадь RockAug. Вот. И таким образом, как происходило обучение. Сначала, ну, было выбрано четыре эпохи. Из-за сложностей в обработке, предобработке, сборе и так далее данных, скажем так, обучение, это было самым последним этапом подготовки нашей работы. Поэтому здесь мы выбрали сделать четыре эпохи, посмотреть, что получится. Соответственно, вот первая табличка относится к обучению того линейного слоя, который мы выбрали, ну, вернее, который мы затем обучали в совокупности с предобученной моделью. То есть мы использовали fine-tuning в обучении данной модели. Таким образом, точность составила 0,79 на последней эпохи обучения. Ну, а к юрисе, как я уже говорила, из... Ну, то есть после валидации расхождение с итоговым значением точности на четвертой эпохи составило 2-3%. Вот поэтому мы можем считать, что нейронка не переобучилась, что тестовые данные не показались и достаточно знакомыми, чтобы показать совсем низкую точность. Вернее, совсем высокую точность. Вот. Соответственно, на этом у меня все. Здесь источники, которые используют в подготовке работы, первая часть, вторая часть. Вот. И я буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо за... Ну, не листайте дальше, я хотела выйти дальше. А можно еще какую-нибудь информацию найти про эти судебные решения? Вы уже заметили в своей работе, что вы, как бы, взяли документ, который написан уже после того, как решение... Да. Решение есть? Да. А, передать ему хвост, где, как бы, ожидается, что вся информация, наверное, текла столько там. Да. Дело в том, что решение при обработке... Ну, вернее, при изучении данных вообще, которые мы подаем в модель, мы пытались понять, как выглядят эти решения изнутри, чтобы увидеть, есть ли там какие-то достаточно явные в самом теле решения, достаточно явные указания на то или иное... на тот или иной сход дела. Насколько нам удалось просмотреть из всего, что нами было обнаружено в рамках данного датасета, и вообще, ну, в рамках, скажем так, юридической практики, насколько это было нам известно, решения не обладали вот такими вот какими-то признаками. Более того, когда мы в первый раз попробовали пропустить это все через шап, мы увидели, что достаточно много признаков анализируется, как, ну, имеющий тот или иной вклад в модель, но шап был не включен в данную работу, потому что это требует еще дальнейшей разработки, а дальнейшая разработка — это запретное слово в рамках данной защиты. Вот. Классно. Нет вопросов, видимо. Запрещено. Да. У нас достаточно много еще для дальнейшей разработки. Люба, тихо. Роберт Тинни, у него там 5000 топенов на входе. Да, у нас максимальное отречение... У нас там, наверное, 50. Ну, 50 — это максимум. Да, 30, 30, 10, да, сейчас, сейчас. Вот, вот, вот. Мы использовали только постановочную часть, и, в принципе, чисто по постановке, особенно по постановочной части уже получается какой-то адекватный результат. Интересно, есть ли обычный модуль для символизации, который имеет юридический текст, который на русский вообще не похож на мой? Мы это не пробовали, но мы себя интриговали, попробуем. Не, а у вас, может, есть ли вторая, на выходе. Ну, в общем, парсельный дар, как съем, все, что можно у вас есть. Мой душу. Отстаньте. Простите. Ну, дальнейшая работа, конечно, новая, но уже интриговая. Но мы... Как вы обдабатывали, получается, вот юридический документ, из чего состоит? Есть хоть какой-то пример, показатель с правительством? Да, дело в том, что пример самого юридического... А там есть имена правительства, да? Пример самого юридического документа... Сейчас я постепенно отвечу на все эти вопросы. Что, извините, я вас перебила. Нет, там нет личной информации людей. Там нет личной информации людей. Максимум, что там есть, это... Ну, чья-либо фамилия. Фамилия не является персональными данными, потому что... Да. Вот. Нет, 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 нет. Нет. Все решения... Нет, это открытый ресурс, он публикуется в открытом доступе, любой может зайти и посмотреть, поэтому там нет персональных данных. Вот. То есть это не какой-то там полученный доступ. Там за три ключа, я не знаю. Да, нет, это все, все легально. Если у нас данные данные вышли, то есть, почему ты не перестанешь? Я понимаю, вопрос не в том, вопрос в том, что у них есть политика обработки кондициональной информации. Да, и на ней относится. Да, да, да. А как обработки кондиционера вы не выбираете там, кто там был, кто наносил? Дело в том, да, спасибо за вопрос. В тех решениях, которые мы использовали, были достаточно разные суды из того, что мы смотрели. Изначально была мысль о том, чтобы вообще просто сделать вместо там названия кого-то сюда просто суд, вместо там названия какого-то ответчика просто ответчик. Но, по сути, все спаршенные решения оказались достаточно разными, и поэтому данные, данные, данные никак не повлияли. Вот. Единственное, что, если вы спрашиваете про пример, я не знаю, есть ли у вас сейчас в доступе возможность перейти в мою курсовую работу. Да, наверное. Вот. Дело в том, что там внизу есть ссылочка на пример судебного решения, как выглядит судебное решение обычно. Соответственно, спаршенное судебное решение — это вот то же самое судебное решение, просто в txt-файле, которое затем освобождается от всех чисел, лишних ссылок, лишних там знаков припинания по типу, там, не знаю, номер, двоеточие и так далее и тому подобное. Вот. Затем, ну, просто маркировали мы эти решения, учитывая результативную часть, а вот подавали в нейронную сеть уже без учета результативной части. Вот, поэтому... Ну, а такую модель вы использовали, потому что другая не улезла, наверное, да? Ну... Ну, рука отвертка не использовала? Нет, это улезла. Такая маленькая модель, которую можно начать на коленке за 20 минут до какого-то перереклина. Можно было попробовать еще и, может быть, были даже лучшие результаты, вот. Но это... Разработано. Это потом. Нет, я хочу подумать о том, как проверить, что нет птички из первой части документа. Может, как-то мешать вместе? Мы хотели вот это как раз посмотреть на шапе, посмотреть вообще, ну, какие признаки вносят наибольший вклад. Но из того, что мы видели, там выделялись предложения, которые по факту относились только к законодательному регулированию данной отрасли. Ну, наверное, если уж есть какая-то птичка, она должна быть, наверное, какие-то ответы на слова, может, там, в стиле того, как написано, как там предложение, ну, в каком порядке они... Ну, обычно... Или же, ну, что-то высокого уровня, что на шапе будет сложно, если заняться. Вот так, когда я писала судебные решения, я писала их одинаково и для негативного, и для позитивного решения, потому что есть примерно какой-то образец, который используются абсолютно все для того, чтобы просто впихнуть туда статьи, впихнуть туда информацию какую-то именно об обстоятельствах. И вот уже исходя из вот этой информации об обстоятельствах дела, было предположено, что будет какое-то, ну, влияние на маркировку этого решения. А можно для этих дел, которые распаршиваны, уже для которых есть решение получить, но там в суд же приходится не с готовым решением, обычное, я не знаю. Кто как. Какое-то описание дела на берегу. Ты сейчас наговоришь, что там... Не, ну, у нас одна модель, которую можно не скармливать. Описание дела еще до двух, грубо говоря, сутки смотрела. Мы хотели... Просто какая цель вот в этой штуке конечная? Конечная цель, вот самая-самая-самая конечная цель, это посмотреть, на что смотрит нейронка, чтобы понять, можно ли делать... Просто брать обстоятельства дела, ну, то есть не решение, просто из-за чего были взяты решения, несмотря на то, что это так долго происходило, извлечение данных. Вот, но это было наиболее быстрым, возможно, из возможных способов извлечь данные, потому что, к сожалению, нет доступа к каким-либо материалам налоговых проверок, нет доступа к документам налогоплательщиков, потому что решение... Ой, не решение, извините, а те инструменты, которые использовались в зарубежных странах, они, по большей части, обучались именно на вот этих входных данных, именно на обстоятельства. Вот. Здесь тоже есть обстоятельства, просто это вот такое промежуточное решение, которое казалось наиболее оптимальным в данном случае. Вот. Я первая стану безработной. Это я юристка здесь. Вот. Такие дела. Неужели уступить. Спасибо. Я вам все? Есть ли еще вопросы ко мне? Есть. Крутого. Да. Да блин. Сколько мы еще шуми? Можно объяснить непонимающему человеку? Да. Вы имеете в виду выход маркировки? Да, маркировки делали сами. Да, маркировки. Да. А вход вы подавали просто с точником текста или вы тоже в принципе... Именно резолютивную часть решения. Нет. Вот. Обстоятельства делали. Нет, если мы говорим про маркировку. Да. А, и вы имеете в виду не маркировку, которая предобработка, а маркировка, которая уже нейронная сеть осуществляет маркировку? Нет. Я понял, как вы делали... Ну, то есть, как вы выход с сети... Вы правили решение суда, в нем были слова и сами разбивали на дальнюю. А с обходом вы что-то делали, или вход подавался как просто кусок текста? Или вы тоже с ним что-то, какие-то там ключевые слова выставляли с предложениями? Если я правильно понимаю ваш вопрос, я очень... На вход именно хода, который маркировал решение для того, чтобы в дальнейшем использовать... То есть, то есть, что в ходе... В ход модели. В ход модели. Это предобработка, которая не сильно влияет на сам смысл текста. То есть, какие-то смысловые части, какие-то слова, они не исключались. Но именно текст, прямо с ним таких существенных поработок не было. То есть, прямо как шло предложение, оно так же основано. Предложение, да. Просто любые числа, которые там были. Ну, то есть, я имею в виду... То есть, даты, номер дела, там, номера статей. Количество, сумма. Ну, всё, да. Да. Вот. Может быть, как-то, правда, я не могу пробовать какой-то словарь сделать биес на слова, которые связаны с индивидуальностью больше, чтобы был необычный какой-нибудь личный репертирайдер, да, что-то именно с биесом в индивидуальностью создавали этого. Это может быть, да, как бы, модель следить на людьми, как бы, участник для этого. А есть никто? Мы еще ищем вопрос. Мы планируем ее сделать. Вот. Когда-нибудь. А у вас же вопрос о ваш первой слойке. Я думаю, что у вас были две таблички, которые вам обучали, и у вас вторая табличка там обучалась, а первая, по выполнению, если вы почти. Может, вот эту первую часть я не знаю? В рамках данной защиты или вообще? Нет, в смысле, она была нужна, потому что это, ну, мы просто посмотрели на то вообще, что принимает в себя именно сам линейный слой, который мы взяли. Вот. То есть сначала мы просто отключили все веса у предопущенной нейронки. Вот. Положили туда слой. Просто она начала потихонечку расти. Мы ее, может быть, посмотрим, что с ней будет дальше. Вот. Но второе, да, но куда больше обучалась. Вы имеете в виду, можно ли просто на обычном... Почему сразу второе? Потому что это надо было бы сказать, что лучше стало или просто так? Из-за специфики юридических текстов было предположение, что сначала надо ему показать вообще, что такое юридические тексты. Обычно, получается, у нас был линейный слой, и был классификатор, который линейный слой. И если сходу подать, начать обучать линейный слой, соответственно, там унициализирована рожонка. Вот. И если сходу подать на... Как, нельзя слой обедик верта, если подать? Ну, и если просто подать умение на слое мусора, и начать обучать вместе с бертом, то... Можно попортить вверх. Можно попортить вверх. А вверх уже предобучен и никак... Не хочется. А, вы имеете в виду... Ну, вот я, да, поэтому и спросила в рамках данного слайда. Может быть, да. А, вообще... Там эпоха номер один точно 35, но нету значения на эпохе номер ноль. Ну, в смысле, никогда это не делать. Может быть, просто он за одну эпоху сделан номер 35, а случайно инициализированный лимейный слой давал, там, на 2-3 годы. И он получил чуть-чуть, а дальше смысла не было. Но уже в фронтильм пошел, и вы не получаете все. Ну, то есть позиция с первого для фронтильмирования. Вот это вот сейчас. Все. Спасибо. 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 Спасибо.